У него свой персональный шкафчик, причем он двойной. Это новоселье врачи пензенской скорой теперь запомнят надолго. Здесь вам и душ, и новые кровати в комнатах отдыха. И самое главное, ни копейки из своего кармана. Прежде было иначе. Здесь в этой комнате мы сделали за свой счет все. Потолки натягивали, окна вставляли. Телевизор все за наш холодильник, все покупал за наш счет. Складывались целиком бригадой. Ну это лет 5-6 назад. В мае этого года из-за низких зарплат и переработок на скорой в пензе объявили итальянскую забастовку. От работы никто не отказывался, но выполняли ее в строгом соответствии со всеми существующими нормами. И ни один пациент тогда не пострадал. И сколько было отремонтировано машин. Во время итальянской забастовки водители, например, отказывались садиться за руль неисправных авто. Месяц назад, в начале лета тогда стояла даже зимняя резина на некоторых машинах. Сейчас на всех, что мы видели, стоит летнее. Руководство областной подстанции закупило новые комплекты на все сезоны и на все авто. А реанимобили даже с малейшими неисправностями в смену теперь не выпускают. Более того, пензенские власти спешно выделили 95 миллионов рублей. И закупают еще 12 новейших машин мобильной реанимации. Внезапно решили вопрос и с переработками в неполных бригадах. Они получали одну ставку, но теперь они получают надбавку в размере 100% за отсутствие второго сотрудника. Оттверждаете? Это было одним из самых первых заключенных достижений. То есть в первый же день переговоров мы достигли вот этого соглашения. В Пензе на днях назначили нового министра здравоохранения. Это он пообещал вернуть и надбавки, которые срезали до него, и довести в итоге зарплаты на скорой до средних значений по региону. На следующий год будем думать, как повышать тариф оказания одного вызова скорой помощи. В настоящий момент он действительно низкий, и ряд проблем, которые складываются, связаны с этим. Поэтому тариф вызов скорой помощи стоит 2313 рублей. А если просто элементарно посчитать, заложить туда зарплату всех медработников, лекарства, износ автомобиля, стоимость, если просто, то не меньше, чем 4800 должен стоить. То есть сам тариф занижен. Из фонда ОМС скорая в Пензенской области получает в среднем 750 миллионов рублей в год. На эти деньги здесь покупают новые машины, ремонтируют старые и, конечно, выплачивают зарплаты. А они пока даже с новым региональным министром официальные отличаются от реальных. И средний медицинский персонал составил 31 687 рублей. Это средняя заработная плата. Фельдшер скорой медицинской помощи 18 803 рубля на ставку. Ставка у нас 14 500. На данный момент 15 примерно. Владимир Путин поручил Минздраву России провести детальный анализ зарплат медперсонала скорой помощи во всех регионах. И доклад предоставить срок до 15 августа. В Пензе надбавки за выслугу лет и переработки обещают вернуть уже с этого месяца. Андрей Шаймин, Александр Стефанюк, Евгений Анисимов. НТВ. Пензенская область. Продолжение следует...